Здравствуйте, друзья! С вами Александр Великий. Порою за образами бионикловских злодеев леговцы обращались к реальным животным. При том, что я предпочитаю дизайн, созданный с нуля, в основном такие наборы приходились мне по душе. А достаточно ли хорош, например, Макута Бетил? Узнаем совсем скоро. Справочную информацию о наборе вы видите на экране, теперь давайте рассмотрим его подробнее. Цветовую гамму Макуте подобрали неплохую. Бетил стал первым биоником 2001 года, в котором использовался простой желтый цвет, а не кит-оранжевый. Мне нравится, что его цвета распределены по туловищу в некотором порядке. Черный в центре, затем желтый и серебряный. У Бетила довольно нестандартные пропорции. Маленькое туловище с торчащими длинными конечностями, шеей и крыльями. Я считаю, что это просто великолепно! Необычный набор подталкивает к поиску нестандартных пост и гораздо интереснее смотрится на полочке. Это, конечно, проверка вашей фантазии, однако достоинство фигурки как раз в том, что ваш замысел не споткнется ни о какие препятствия. Броня ничему не мешает, потому что ее почти нет. В крыльях по два сустава, в шее два сустава. Единственное маленькое ограничение, огромным крыльям иногда тесновато друг с другом и с плечами. Крылья, на мой взгляд, являются лучшей находкой дизайнеров в этом наборе. Для полного сходства с настоящими жуками, под эти большие щитки, ставшие бы над крыльями, стоило поместить крылья примерно как у Макуты Горост. Однако, мне кажется, что уже в таком виде они производят весьма сильное впечатление. Из всех наборов, в которых нашли применение эти детали, бетил был самым изобретательным. Есть в наборе и не столь удачные элементы. Я не в восторге от торчащих шляпок крестовин, которыми крылья крепятся к туловищу. Соединитель, торчащий из спины, облик Макуты не портит, но и пользы никакой не приносит. Он используется для того, чтобы усадить мотор, хотя по сюжету это необоснованно и в целом довольно бессмысленно. За играбельность у нас отвечает бластер Ниндрахов-Призраков. Он присутствовал всего в шести наборах, и я даже не знаю, скучать по нему или нет. Ружи очень компактные, выглядят аккуратно, стреляют прикольно, снаряды никуда не укатываются. Ну, какое-то оно простенькое. После разнообразия 2007 и первого полугодия 2008, бластер кажется сделанным без особой фантазии. Ещё это игрушечная помпа. Я всегда жду, что меня удивят новым метательным оружием, но тогда этого не произошло. Голова получилась даже немного лучше, чем должна была, благодаря тому, что в качестве основы для неё выбрали голову Ваки, которая своим рельефом обогатила дизайн. Бетил носит Канохи Мотрек, позволяющую вызвать из прошлого копии самого себя. В реальности Ясину Маракет не работает. Ах, хотя подождите... Что ж, значит, работает. Как насчёт небольшого сравнения с другими Макутами Мистика? Долгое время наиболее интересным мне казался Крика, а так и сейчас я понимаю, что Бетил его превосходит. Как минимум, он единственный из строицы, у кого есть локти и колени. Не думал, что после 2005 это снова станет одним из параметров. 2008 не был годом канистровых наборов, однако Бетила, волна дизайнерских промахов, обошла. Яркий и красивый набор с грамотным применением деталей, что старых, что новых. Главный его недостаток – суставы, ломающиеся от громкого чиха. Но тут, как говорится, трещин в суставах боятся, Бионикла в последних лет не покупать. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, на мой паблик ВКонтакте. Там уже почти 10 тысяч человек. Заходите в блог и на новый сайт Болл Джоинс. До новых встреч!